Всем привет сегодня, хочу чтобы вы подписались на мой бустер, поскольку я не могу выкладывать ролики на ютюбе очень часто, поскольку ютюб очень тормозит сейчас, его вообще могут заблокировать в России, чтобы не потеряться, вы можете подписаться на мой бустер канал, я ссылку в описании оставлю. Итак, там будет очень много бесплатного контента, также вы сможете выбирать фильмы за донат. Всем привет сегодня, хочу сделать обзор на фильм Крот 1970 года, сразу хочу сказать, что это один из самых моих любимших фильмов, которые вообще существуют, это режиссеры Алекханда Ходоровского, но не суть, перейдем к сюжету. С самого начала мы видим мальчика и самого Крота, который играет сам режиссер. Этот самый мальчик закапывает протез своей матери и первую игрушку, чтобы стать взрослым. А теперь давайте обратим внимание на эту цитату. Это животное, которое прорывает ходы в земле. Иногда его пути выходят на поверхность, и когда он видит солнце, он слепнет. Сам Крот приезжает в свой родной город, где он давно уже не был, но он узнает, что там все перерезаны, и кровища здесь, конечно, завезли очень много для фильма, для 1970 года это прям за гранью жестокости. Кстати, наш главный герой, он узнает, что это был не один человек, он спрашивает, кто это сделал, и впоследствии нас знаком с другими персонажами этого фильма, которые это сделали. И, в принципе, Крот будет искать их и по очереди убивать. Очень интересный сюжет пока развивается, но это только начало фильма. Короче, Крот встречает некоторых людей, которые якобы убили весь город, это умалчивается по фильму, но все равно они все умрут от рук Крота, так как Крот, он очень свирепый здесь, и мне кажется, что сам режиссер самолюбованием занимался. Позже мы видим, как Крот замочил всех своих обидчиков, которые смеялись над его сыном, и позже, я не буду показывать, он оставил своего сына в священный дом, который был рядом с этими бандитами, которых и пристрелил наш главный герой. Позже, короче, Крот, он умирающего человека спрашивает, кто это сделал, ему отвечают, конечно же, и позже он поедет на поиски этих маньяков. Теперь мы узнаем о новой героине, которая будет вторым по значимости персонажем в этом фильме, ну, по крайней мере, в первой половине. И мы узнаем, что до нее все домогаются, она работает на какого-то, то ли хозяина она его называет, то ли мэром, не знаю. И, в принципе, они издеваются все над этой девушкой, поскольку они все озабоченные извращенцы и так далее. Короче, этот мэр или хозяин, или генерал просят ее раздеться, и потом все вот эти идиоты, они сбегаются и начинают издеваться, но не тут-то было. Крот приходит, всех расстреливает, потом расстреливает главного злодея, то есть в начале фильма, то есть генерала. И они идут вместе по пустыне в поиске проживания и так далее. Позже мы узнаем, что главный герой влюбился в эту женщину, а женщина говорит, что чтобы меня получить, я должен убить четыре всадника. И, в принципе, на этом устроится весь сюжет первой половины фильма, где крот просто ищет их и расправляется с ним потихоньку. Он говорит, что пустыня, она круглая, поэтому найти их будет не так уж и сложно. В общем, они едут на их поиски, вот первая жертва, так сказать, говорит, что он поглощает пули. Я знаю, что это сюрреалистический фильм, но он довольно-таки странный. Короче, этот крот, он всех убил, потом они убивают каких-то инвалидов, карликов и так далее. Тоже очень жестокие сцены, которые я могу в краткости только показать на бусте, но на самом деле это очень жестокие сцены для 1970-х годов. Позже они идут на следующую жертву, короче, и эта жертва оказывается намного сильнее, чем крот, но крот все-таки не унывает и с помощью смекалки убивает этого идиота. Пришло время еще для одной жертвы, кстати, здесь реально мертвые кролики, то есть ради кадра убили кучу кроликов, но смотрите, он убивает помимо кроликов еще и человека. Короче, осталась еще одна жертва, он просто убивает его запросто и он от стыда умирает, короче, а вот эта девушка, которая ему сказала, чтобы он всех убил, она находит себе подругу и она, в принципе, предает нашего крота, главного героя. И, в принципе, это очень странно, она сначала, в принципе, его любила, а как увидела лесбиенку, такую же, как она, в принципе, стала ерничать. Но перед этим я не буду вам показывать сцену насилия, которая проходила в фильме на протяжении каких-то 50 секунд, жалко. Из-за этой сцены почему-то все говорят, что они изнасиловали по-настоящему, мне кажется, это все фейк и просто какая-то чушь ради пиара. Короче, даже жалко мне стало этого персонажа, поскольку в него стреляет какая-то незнакомая девушка, которая вообще в планах ему не сдалась. И, в принципе, эта девушка, короче, переходит к другой девушке, которая приказала нашему главному герою убивать всех всадников. И, в принципе, они идут себе дальше. Короче, очень странно, потому что крот остался ни с чем, а вот эта девушка нашла себе подругу, так сказать. Он встречает других персонажей, и эти персонажи, они мечтают попасть в город. Но так как город окружен охраной и их туда не пускают, а единственный путь это через пещеру, которую привезли ковного героя раненого, им придется копать. И поэтому, в принципе, фильм называется «Крот». Крот, поскольку они роют саму траншею и так далее, чтобы попасть, как кроты. Позже идут целые блуждания, которые занимает фенометраж, они никак не двигают сюжет, просто он блуждает, там кого-то встречает, там с кем-то трахается, а потом снова уходит в пещеру и так далее, находит. Кстати, об этом есть сцена, где какие-то люди играют в русскую рулетку, и, по сути, это очень странная сцена, поскольку мальчик просто берет пистолет, сам себе в голову стреляет и так далее. Вот как раз в этой сцене мы знакомимся с сыном, который очень быстро подрос. То, что мы видели в начале, он закопал игрушку, короче, и протест своей матери. Ну, это как бы метафора такая. И он быстро вырос, поскольку это сюрреалистический фильм. В принципе, вот этот главный герой, наш Крот, он находит в себе женщину, и эта женщина, она, в принципе, тоже к нему взаимные чувства имеет. И вот сцена, где они встречаются, сын и отец. Теперь наш главный герой помогает рыть траншею, поскольку я сказал, что они все Кроты, поскольку они метафорически были показаны во фильме с самого начала. Но, в принципе, после того, как он это сделал, получается, что зря он это сделал, поскольку все умирают и всех расстреливают. Позже, конечно, он всех убивает своих обидчиков, и тех, кто убил его друзей, короче, новых. И, в принципе, все, и весь город убегает от него, поскольку он всех мочит просто направо и налево. И фильм заканчивается на том, что он сам себя сжигает, а потом мы видим могилу, где просто очень психиатрическая музыка, как всегда, и ребенок, который родился от его жены. Фильм, на самом деле, очень интересный. Он даже лучше, чем «Святая гора», как по мне. Музыка намного лучше, монтаж лучше. Актерская игра шикарна и так далее. Сама метафора, что мы в самом начале видели. Типа, все люди, которые копали траншеи кроты, и поэтому нашего главного героя называют кротом.